Микс Медиагрупп Микс Ньюз Самые актуальные гости В прямом эфире Радио Болтком По рабочим дням в полдень Участие слушателей обязательно Разворот У нас гости Ребята, а это я ломаю дверь Телефон прямого эфира Радио Болтком 672 12 93 9 Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире Разворот В студии Оксана Антоненко Звукорежиссер Евгений Копейн И сразу напомним, телефоны прямого эфира 672 12 93 9 672 13 93 9 Звоните, пишите на видеочате На портале Микс Ньюз ЛВ Присоединяйтесь В гостях у нас сегодня специалист по общественным отношениям Кристиан Розенвалс, здравствуйте Добрый день Ну вот говорить будем, собственно, об отношениях общества И, возможно, наших правоохранительных органов Или, ну, полиции безопасности, например Или других каких-то спецслужб И, в принципе, о нашем отношении Вот к этим организациям Мы все знаем о поправках к уголовному закону Мы уже много раз их обсуждаем Они были составлены спецслужбами Потом, правда, были переработаны Но так или иначе Также мы знаем о событиях с петициями Я напомню, может быть, кто-то забыл Суд приговорил к шести месяцам заключения Автор петиции о присоединении Латвии К России И еще одно уголовное дело Заведено на автор петиции О присоединении Латвии к США Оба дела завела полиция безопасности Также стало известно, что в полицию безопасности На мэра Регинила Ушакова поступила уже, кажется Если я не сбилась, три жалобы по поводу его карикатур Помимо этого, вот из последних буквально новостей Полиция безопасности изучает интервью сотрудников Бывших, наверное, уже, или я уже не понимаю даже Каких сотрудников КНАБа, Юта Стрики и Юриса Юриса Вот на предмет вреда государственным интересам Все это имеет самое непосредственное отношение К полиции безопасности И, наверное, демонстрирует какие-то симптомы В нашем обществе Вот какие, собственно говоря Почему так много у нас спецслужб В последнее время в новостных лентах? Да Ну, большой перечень По большому счету С одной стороны С другой стороны, действительно, это немножко пугает И пугает это Не то, что есть что-то, на что жаловаться Потому что, может быть, и Ну, и действительно есть Какие-то конкретные События, на которых нужно жаловаться На то, что, к примеру Депутаты Сейма Пишут Жалобу в полицию безопасности Хотя они могут сами разобраться И, по большому счету, не стоят над полицией безопасности Но еще раз Депутаты жалуются на мэра В полицию безопасности За высказанное мнение мэра Да И не то, что жалуются Они еще и хвастаются Тем, что не жалуются В полиции безопасности Да И по большому счету Кому-то кажется В данной ситуации Когда мы уже привыкаем К этим событиям Что, ну и что Нормальный депутат Нормально написал Есть же мэр Что-то там дурное По их мнению Сказал И в чем там проблема Да Но еще раз Мы же как-то должны Немножко Хотя бы немножко помнить Когда мы делаем Все эти наши сестры По поводу Высылки Сибирь И по поводу Тех событий Которые были И в Германии И в Советском Союзе Или в Советской России Во время там До войны Хотя бы немножко Припоминать Ну ту атмосферу И то, чего Мы хотели бы избежать Но когда мы сейчас Еще раз хвастаемся Хвастаемся тем Что мы на полиции Безопасности Подаем заявление По поводу мнения И вопрос в том Что никто не имеет Даже на то Что не право А силу Сказать Ребята Вы что Совсем сдурели Вообще Куда мы идем Никто этот вопрос Даже не задает Ну нормально Мы обсуждаем Вопрос не на тему Что ребята Как это морально Выглядит со стороны Куда мы идем А мы смотрим Через другую призму Есть ли у полиции Безопасности Такое право Было ли предмет Преступления В лице Высказывания Ушакова И правильное дело Депутаты По большому счету Еще раз Та повестка В дня В которой мы сейчас Заходим Медленно Это дурдом По большому счету Из этого Я очень вообще Рад тому Что произошло Вчера По поводу Которые Для меня Связанные события По поводу Суда Который Принял Как там правильно Может быть Ты помнишь Что новость Лучше По поводу Режения компенсации Да Как она звучит Правильно Новость Я думаю Что для того Чтобы ее озвучить Точно ее надо Сейчас найти Но суть в том Что суд обязал Портал Выплатить компенсацию Национальной опере Или автором заявления Вот по поводу Высказывания Насчет празднования Дня рождения Крутого Ну да Но там был Не вопрос Дня рождения Там было признание О том Что сначала Было сказано Что Крутой Это конечно Кремлевский засланец Потому что Ясно Что он вообще В Кремле Ясно Что без Кремля Никто И по большому Что он является Личным певцом Или оранжистом Путина Ну то бишь Первое И потом Уже из этого Высказывания Которое Подается Чуть не Как факт Начинаются Все следующие вещи Что типа Наша опера Стала публичным Домом Путина Во время празднования День рождения Крутого Нет Может быть Разные мнения И по большому Что ты имеешь Право на мнение Но когда ты Своё мнение Подаешь Как факты И начинаешь Уже не Не занимаешься Именно высказыванием Каких-то теорий А просто уже Ругательством За это должны быть Какие-то Условно говоря Наказания И то что у нас Последнее время Журналистика Таким образом И действует Что я Как сегодня В одном из комментарий Написал В том же Фейсбуке Что у меня Аналогия Примерно такая Что сначала Мы признаем Что все Женщины Конечно Проститутки Потом И исходя Из этого Начинаем Обсуждать Что ясно Что вообще Проститутки Начинаем Обсуждать Перечень Их Как бы Условок Но еще раз Это же надо Каким-то образом Перестановить Потому что Этот маятник На то Что наша Журналистика И общая Повестка дня Становится Все более Таталитарным Все более Как бы Пугающим Безответственным И пропагандистским Ну это Ну дай бог Что какой-то Вот такой суд Ну как бы Иногда Бывает Правильное решение Суда Вдруг становится Как бы Даже знаковым Потому что Я понимаю Что сначала Мы опять будем Говорить о том Что свобода слова Свобода мнения И там подобное Но для этого Должна быть Тогда Некая Самоцензура Или Саморегулирование Отраси СМИ Которая Как бы Ну От этого Передостагает Но у нас Нет этого Так и в чем Собственно говоря Проблема Мы в последнее время Разучились жить В рамках закона То есть Как-то высказываться Нормальным человеческим образом Или просто Полиция безопасности В последнее время Обращает Слишком много Внимания На подобные случаи Не Общий заказ Или Почему я говорю Это связанные вещи Общий заказ Очень простой Что Сначала Я тогда Может быть Скажу Немножко дальше Ну Не доходя До Иисуса Христа То бишь Сначала Во время Там Не знаю Десять лет назад У нас было Желание Узнавать информацию Мы были Не запутаны В информации У нас не было Так много Информационных носителей Которые сейчас Там интернет Фейсбук И другие Которые на нас Условно говоря Нажимают И еще И еще Когда-то Давно Людям Казалось Что Будет так Что С помощью Того Что у Тебе Есть еще Больше Информации Ты будешь Больше Открыт Но Информации Настолько Много Что Человек Зависит Он запутался И он Начинает Искать Ту Основу Или Тот Порядок Который Устраивает И не задает Все время Такие Запросы Информационного Как бы Новой Информации Мы хотим По большому Что-то Идти в шеренги Сейчас Должно Быть Все ясно Вот Есть Война Латвия Россия Информационная Вот Мы здесь Они Вот там А то Ну как С другой стороны Там Все время Есть Какая-то Серая Площадка Ну подождите Вот это решение Суда Никак не Вписывается Вот В эту Теорию Если Информационная Майна Между Латвией Россией И мы На стороне Латвии Условно Говорят Еще раз Из-за этого Вдруг Из этой Сферы Массовые Плывают Какие-то Ну Иногда И правильные Решения Поэтому Говорю Что Этот Суд Он Не Является Как бы Организованным Или В шеренгу Ходящим Он Как раз Наоборот Эту Шеренгу Немножко Размешающий Да И в этом случае То что я говорю Что людям Это нравится Они хотят Идти в шеренгу Им нравится Утром Прочесть Инфантильные Комментарии От комментаторов Делфи Тайвернета И там Подобные Где все сказано Типа Ушаков Ясно Что он Сволочь Что он Подкупный Что Калвит Из которой Тоже Типа Там все ясно Там белая Черная Там тебе говорят Шеренгу Ходили Айвар Созвал Тот же Он не является То бишь Когда иногда Говорят Что он Что-то заказывал Нет Он Конъюнктурно Как и нормальный Творческий человек Это не упрекая его за это Он чувствует То что народ От него требует Народ требует Подтверждения Он не требует Новой информации Новую аналитику Куда выходит мир Он утром Просыпается И хочет прочесть Еще раз материал Но я же И до этого думал Что Ушаков Это и кремлевский агент И вдруг Наконец-то Кто-то из СМИ Мне это черно По-белому Говорит Я успокаиваюсь Да Я не один такой Видите Все про это говорят И в этой шеренге Он чувствует себя Более комфортно И когда получается То что в этой шеренге Кто-то не То бишь Сначала мы его Как бы Ругались С помощью СМИ Но он Оказывается Непослушным И сейчас у нас Следующий аргумент Идет Аргумент называется Будем его Вызывать на полицию Безопасности Или будем Как бы Немножко тревожить Потому что еще раз Общий строй Он хорош И он То бишь Люди Неходящие в строй Они не начинают мешать И из этого То что Мы должны вести На данный момент При латвийской Действующей ситуации Мы должны вести Самые прямые Параллели С тем же 34-м 5-6-м Годом Потому что Это так и было Когда маятник Кабы шел обратно И людей Кабы Не было же так Что иногда нам кажется Что тот же Гитлер И Сталин всех Загнал в шеренгу Ну они сами Люди Там Ходили Сдавали людей Ну в этот Ну То бишь Это туда мы идем Если мы не На здоровье Вовремя Во всю эту историю Никак не вписывается Ну к примеру Вот Последнее сообщение По поводу Сотрудников Кнаба Те же Стрики Та же Стрики И те же Люди Которые поддерживали Стрики Они вроде Как бы всегда Считались чем-то Вроде Ну такой Национальной Интеллектуальной Элиты И те политологи Которые за нее Выступали Очень часто И те Общественные Деятели И политики И так далее Но получается Полиция безопасности Теперь идет В том числе Против Латышей Против латышской Национальной Интеллектуальной Так называемой Элиты Я сейчас утрирую Конечно Потому что у нас Война информационная Между Латвией И Россией Ну хорошо Было бы еще Как-то понятно Если бы Полиция безопасности Обращала внимание Исключительно Вот на эти Петиции Исключительно На врагов народа И кремлевские руки И так далее И так далее Но Стрики Никак нельзя назвать Рукою Кремля По крайней мере В понимании масс Это совершенно Несовместимые вещи Объясню Правильно Это не Другая уже война И не война Это вопрос в том Что с помощью Вот этих всех Возможных Структур Или тенденций Когда мы должны Условно говоря За то Что ты Там Когда-то дружил С русскими Или наоборот Не дружил И дружил С кем-то другим Это вопрос Опять же Это не единственный ВД раздел Там Латвия-Русский Или Латвия-Россия Ты с помощью этого Можешь решать И свои вопросы Если я должен был Кого-то сейчас Навредить кому-то Что я должен делать Напомнить Как это было Про судоробу Что он оказывается Когда-то С чем-то И кем-то Ехал в Москву Гениально Все Он не должен делать Я просто Списываю судоробу С помощью того Что просто Показывая файлы Что она была В России Да Судороба всегда была Врагом Политической элиты Во всех возможных И невозможных Прямлениях Может быть Та же Стрите Или кто-то Другой Сейчас Навредил Кому-то Другому Или наоборот Просто кто-то Из этого Эстеблишмента Который Туз Шеренгу Строит Нынешнего Правительства Решил Что И КНАП Должен быть Если не в шеренгу С нами То хотя бы В своей шеренге Идти вперед А там Внутренние Разборки Очень хочу Важную вещь сказать Дайте мне Возможность Высказать Секундочку По поводу Этого важного момента Отличие от Латыши и эстонцев И не только Латыши и эстонцев А там же и литовцев В том что Я уверен Что у них Проблемы С той же Шеренгой И таким Условом Унифицированности Тоже Но проблема В том что У них Помимо Того что У них есть Такая новая Линия Как бы Мировой Мирового Тренда У них еще И своя Есть Своя Логика Решения Вопросов То бишь У них Есть Свои Князья В хорошем Смеце Слово Свои Барины Которые Отвечают За страну Которые Следуют Какими Общественно Эстонскими Или литовскими Интересами У нас К сожалению Проблема В том что У нас Вот есть Только такая Условом Говоря Вот такой Ну Вот этот Новый Мировой Тренд Водораздела С одной С другой И нету Собственных Таких Традиций Интересов И хозяйствен Ну то бишь Того Хозяйства И этого Процесса Из этого Просто с помощью Вот глобальных Этих вещей Мы будем решать Очень много Маленьких Сельских Бытовых Вопросов Микс Медиагрупп Микс Ньюс Говорим Сегодня о том Почему так Активизировались Латвийские Спецслужбы И что бы Это могло Означать Вы также Говорили о том Что есть Такой Тренд Что Существует Информационная война Между Латвией И Россией Ну и понятно С какой стороны Мы находимся В общем Всем хочется Ходить Строем Я так понимаю У нас Какое-то Тяготение К сталинским Временам Или еще К чему-то Такому подобному Ну вот Стреки вроде как Выбиваются Потому что там Какие-то Может быть Личные интересы Но вот В интернете Появилась еще Информация О том Что Медики Тоже попали В поле зрения Полиции безопасности В связи С какими-то Своими протестами Вот это что Это тоже Какие-то Свои интересы Ну вопрос В том Что Как Когда Ну Еще раз Но если Ну допустим Вспомним Пару лет назад Пару лет назад Ну допустим Что Полиция безопасности Вызывает К себе Кериса Ну им что Это в голову Пришло бы Они же побоялись Бед Этого решения Они никогда В жизни На это не пошли Никогда Понимая Что типа Вообще Ну еще раз Напомню Там Помним Что Вот Ну я не могу Конкретные факты Сказать Но помню Я помню Что по пару раз Там были какие-то Намеки На то Что какого-то Журналиста Можно опросить Ну вообще Сразу Вся Общественность Встает на ноги И вообще Ребята Что мы делаем Ну это было же такое И из-за этого Полиция безопасности Понимая Ту Как бы Площадку Которая не работает Так же Как и другие Все Службы И безопасности И просто Государственного управления Они чувствуют Конъюнктуру А в данный момент Вызывая Кереса к себе Они понимают Что никто Им не будет Ничего даже Спрашивать Наоборот Люди будут спрашивать Ребята А вы этому Кересу Дали Почему Вдруг Совершенно неожиданно Полиция безопасности Которая вроде как бы Должна бояться Политиков Которые ее Как бы контролируют Полиция безопасности Входит в состав Министерства внутренних дел Это не независимая служба Как САП Например Бюро по защите Конституции Почему Вдруг у нас Все наоборот происходит Почему у нас Политики Получается Начали вдруг Неожиданно бояться Полицию безопасности Я помню Как происходило Обсуждение Поправок К этому уголовному закону Который как раз Составляли спецслужбы В том числе Полиция безопасности И политики В общем-то Не имели особенного Желания Как-то вот Противостоять Вот этой тенденции То есть они готовы Были согласиться Уже с первой редакцией Никто там Спорить сильно не хотел Кроме может быть Андрея Юдина Вот почему так Вдруг получилось Повторяюсь еще раз Это есть Заказ общества Общество Хочет именно Такого порядка Чтобы кто-то Кому-то В случае надобности Дал по морде Потому что Иначе Я должен сам За себя остаивать Я должен Тому Который мне рядом Не ходит в строя Должен ему упрекнуть Слушай А давай Ты вместе с нами Давай в строй И идем вперед А тут вдруг Нет получается Я должен ему упрекать Зачем Мне легче Позвонить Этому полицейскому Мне легче Чтобы кто-то За меня Этот строй Кабы держал И меня Не Все время Не Не Как правильно Не 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 Шатало Я хочу Политикам Уже не доверяем Мы теперь Переложили Всю ответственность На спецслужбы Нет Это в том числе Политикам И доверяем Потому что Мы тоже Любим Чтобы Мы хотим Чтобы так Было Но еще раз Я как пример Говорю Очень конкретный И всем Даже в Латвии Понятные Кто сбил Малайзийский Борт Ну один думает Что Путин нажал Кнопку Другой думает Что его нажал Обама Третий думает Что Украинцы Самый по глупости Это сделал Третий думает Что это Типа Террористы Донбасские Кто сделал То бишь Ответа же нет Но мы Каждый вечер Любим Получать информацию Про это И то бишь Мы не Читаем Информацию Что типа Какой-то Нидерландский Что-то сделал Какое другое заявление Мы ищем Подтверждение Той информации Которая нам Уже В голове Как бы Засела То бишь Ясно Что например Я считаю Что сбили Русские Ну вот Я ищу Подтверждение Я не ищу Новых фактов Это понятно Но в таком случае Подожди То же самое Здесь Просто И из этого Это Мишление К быстроем Или Мишление Того что Я ищу Не информацию Подтверждение Это также Действующие Дальнейшие Шаги Это все понятно Но в таком случае В голове Должно было Засесть Что в сороковом году И после сорокового года Вот такая тенденция Приводила к очень Печальным последствиям Когда мы Объясняем И вовне Латвии И внутри Латвии Почему латыши Так беспокоятся По поводу событий В Крыму Мы все говорим Про сороковой год Потому что вот Историческая память Все боятся И так далее И так далее Почему тут вдруг Не боятся Почему вдруг Репрессивные органы Которые В общем-то По идее Наверное В сознании В какой-то исторической памяти Должны были остаться Как вот Такой враг Что ли Почему они вдруг Становятся Лучшим другом Очень хороший И вопрос И ответы Тоже по-моему Довольно примитивные Потому что На самом деле Та живая память Уже не действует И очень грамотно А почему она действует В отношении Крыма? Нет, еще раз Потому что Мы подбираем факты Но еще раз Если мы говорим Про Манипуляции фактами А когда мы говорим Уже про Действительно Реальные ценности Тогда еще раз Напомню То, что мы тоже С тобой здесь обсуждали Где-то пару лет назад Что Почему вообще Меняется мир Потому что Та поколение Политиков Которая Жила При войне Там Миттеран Коул Горбачев И другие Они умерли Ну не все умерли Но просто Они ушли со сцены Вот это я хотел сказать И то бишь Новая политика Про войну Знает с фильмов А фильм Можно Переостановить Его можно Выключить Или не смотреть И когда ты хочешь Ты его смотришь Когда не хочешь Не смотришь Наше поколение Действующих политиков Войну не пережило Она не понимает Что такая война Она живет там Типа Другими И из этого Чем дальше Ты заходишь От той Исторических фактов Чем меньше Эта память На тебя давит Да Но ты же Используешь Эту самую историческую Память в качестве Главного аргумента Иногда Еще раз Ну подожди А те же русские Которые 9 мая Праздник Как самый большой праздник Или другие праздники Или другие страны Там ничего не меняется Просто люди Немножко ушли От той войны Они про новую То бишь Они не понимают Ту страшность Или опасность Они думают Уже еще раз Они сейчас Они на это Смотрят Как на форму А шоу Б фильмов Три Каких-то других форматов Хорошо Вот просто Если вдуматься В эту формулировку Общество по изучению Окупации Латвии Обратилось В генеральную прокуратуру С просьбой Оценить Карикатуру Ушакова Это общество Которое Занимается изучением Окупации То есть То общество Которое занимается Изучением Тоталитарного режима Которое Держалось на спецслужбах Ну И при этом Оно сейчас Прибегает к помощи Спецслужб Для того Чтобы доказать В общем-то Ну не знаю Там свою правоту Или что-то еще Вот Это не шизофрения? По большому счету Да Но еще раз Ну Поэтому я тебе Привел этот пример На данный момент Та же структура Хотя Ну что Они единственные Что ли У которых Такие противоречия Половина европейских Вообще Стран Парламентов Министров На таких же противоречиях Живет В том числе и в России В том числе и в Латвии И в Европе Я не вижу там Больших новостей Просто Еще раз говорю Ты На данный момент Когда ты хочешь Избирать эти факты Ты включаешь этот фильм И его показываешь Как исторический фильм Типа про войну Или про другие события И этим же делаешь Аргументы Когда ты не хочешь Ты его выключаешь Это форма Пульта телевизионного Нажал кнопку Переключил канал А там уже спорт И тогда Когда спорт Ты начинаешь думать Про другое И нормально Это есть то К чему мы пришли Вот так мы живем Это не наша ценность Там не знаю И про ту историческую память Это просто Такое Ну Какое-то нахождение На минуту В этом канале Ну Переключил Выключил Жив дальше Давайте Примем Надевать наушники Добрый день Добрый день Добрый день А вот Буквально на днях Расскользнула Информация О том что Журналист Дмитрий Смирнов Который вот В НК печатается Получил компенсацию 3000 евро За то что Аж в тысячу В общем В общем лет назад В 2008 Его продержали Да В 2008 Его продержали В камере Предварительного заключения Два дня За то что он Значит Попытался Придрить девальвацию Лата Вот И 8 лет Эта штука шла То есть Вот сейчас Эти ребята Написали Такое заявление Сколько-то лет Будет Работа Нашему Соответствующему Подразделению Они будут Что-то там писать Кто-то что-то Будет отписываться А вы знаете Я 120 примерно Лет назад В царской России Если кто-то Был уличен Публично уличен В доносительстве Ну в общем С сотрудничествами С охранкой Человек Стрелялся Потому что Это было нехорошо За это время Произошло столько Изменений Что если бы сейчас Открыли бы Мешки КГБ Вдруг бы открыли Мы бы с большим Удивлением узнали Что те люди Которые сегодня Сотрудничают С нашей полицией Безопасности Вполне Вероятно Сотрудничали С Легубой Это уже выращенный Такой класс Людей Которые должны И они не могут Это у них Потребность такая Сотрудничать Со спецорганами Да И извините По-простому Говоря Стучать Вот И это не зависит От того Кто какую Должна занимает Эти люди Таким образом Пытаются Как-то укорениться В обществе И доставить Себе Себе Удовольствие Спасибо Вот Это мы тоже обсуждали Единственное Чего я не могу понять Почему вдруг Неожиданно Вот эта категория людей И такой способ Ведения дискуссий Он вдруг Оказывается на поверхности И становится Таким вот Почти массовым явлением Почему это вдруг Становится модно Стучать А почему нет Я могу Об этом Повториться В том Что я сказал Если На данные Твои главные Ценности Не Возможность Признать Того Что там Есть другой человек С другим мнением Что мы живем В свободной стороне Что у меня есть мнение У тебя есть мнение Я борюсь за то Что ты его сказывал Наоборот И у меня главная ценность Убедить тебя Идти со мной В одной шеренге Тогда Поменялись ценности По большому счету Это маятник Который до этого Был на стороне Других ценностей Он просто Может быть Мы не заметили Как он перевернулся Иногда просто Есть знаковые события Которые вдруг Ой слушай А куда мы пришли Вот там Мы здесь пришли А чем мы Отличаемся от России Которую мы так Любим ругать Где 85% За Путина Ходят шеренга И так далее И так далее Я опять же Цитирую Многих наших Политиков Но вот чем Отличаемся Если вот там Сажали пуссирает У нас Сажают За петицию В общем-то В принципе Те же процессы Ну и ты вопрос задала Это же провокационный вопрос Пожалуйста Господин Розен Волс Ну подожди Ясно что ничем Просто вопрос в том Что Ну иногда Нам хочется Каким-то образом Показать Что наше же Наше же дело Намного правильнее Но этими Начинаются Вот такие вот Толкового типа Конфликты По большому счету Еще раз Я считаю Что все Наши вопросы Про запреты Про суды Про стукачество И там подобное Это тот же самый Это та же самая Повестка дня Я так считаю Что она ничем Не отличается Просто Данный момент Вот новый Водораздел Дает возможность Обеим Группировкам Или повсюду В той же Европе Каждому Все эти Большевистские Тенденции Которые в корню Или в нашем стержне Всегда где-то Присутствуют Просто дать Возможность Им выплеснуть И наконец Это происходит У нас есть возможность Мы имеем право До этого Просто казалось Что типа По большому счету До этого Дать Там сделать Как бы Открытие в себе Держи мордовские У нас всегда были Ну типа Ну я не имел права Я не мог сказать Держи морду А сейчас Есть какие-то Новые обстоятельства По которым Я могу громко сказать Не то что Держи морду Но еще Прозвать на помощь Соседов И все меня поддерживают И всем хорошо И там и здесь До чего мы дойдем В крайнем случае Вот в худшем проявлении Вот эта тенденция Может довести до чего Ну она уже Иногда Не кажется Что можно Ей еще Ну Хуже Думаю что может Ну например Что может случиться Вот к чему нам готовиться Морально хотя бы Не хочу говорить У меня есть Самые худшие прогнозы Но я не хочу Их материзировать В словах Потому что я вижу Что Ну как считаете Что кого-то все-таки Посадят По этим поправкам Еще раз Я помню То что мне рассказывал Мой друг Учитель И очень уважаемый Человек Абрам Клецкий Если мы помним Что первых людей Которые Первые Кто как бы Ловили евреев До прихода немцев Это были не немцы Потому что Они еще не пришли Это наши Сначала ловили евреев И потом сдавали Типа Видите как мы верны Да И Ну Я боюсь Что по большому Что-то ничего похожего Т.е. нет такого Что мы осуждаем себя За то Что мы являемся Уже более агрессивными Это не вопрос Только латышей Ну опять Спасибо Богу Что типа Он сейчас про своих Только нет Общая тенденция Такая Ну еще раз Если В той же России В той же информационной площадке Люди готовы Обсуждать публично Что типа И мало Мы этих украинцев Бьем К примеру Или наоборот Там типа Где-то по-другому Но это есть Такой новый Мировой Тренд Который нас По большому счету Куда-то гонит Вопрос в том Что я не вижу В Латвии Противо Противояда Потому что Я не вижу Что у нас Была бы интеллигенция Которая за это Как бы там Вдруг бы встала И сказала Что бы Такого нельзя Потому что Опять же Когда мы видим Что тот же Ушаков Ну вообще Что он сказал Ребята Ну надо посмотреть Зачем нам Эти компенсации Как только он сказал Что про компенсации Сразу набрасывается На него Что он кремлевский агент И по большому Что то Ну и там подобное Если бы это сделал Какой-то латвиец Латыш в этом случае И вы тоже бы признали Что типа Ну ясно Подкупный Продажный Наушаково работающий И вообще-то москаль Да Из этого По большому Что то Активная такая Шеринга Идет вперед Интеллигенция Которая должна Была бы отстаивать Права И вообще Стать против Того течения Думать про то Как может быть Это все уладить Успокоить Остановить Она вообще не бездействует Или уехала Или просто молчит Из этого Ну я вижу Что Шеринга Будет идти все активнее И активнее Вперед И ну Куда она придет Не знаю Давайте звонок Примем Добрый день Добрый день Одна маленькая реплика Вы задали вопрос Почему политики Так легко Приняли эти поправки Дело в том Что уже вчера А не сегодня Именно тайные службы У нас он называется САП В других странах Как называлось Гестапо Или КГБ Принимает решение А допускать ли К тайне Такого депутата Который избрал Какой-то глупый народ И он Будет управлять А вот Такому депутату Карьеру Можно С запретом На право Знать Какие-то Мистические тайны И вот тогда К чему мы придем Мы придем Прямым путем К такому гестапо К такому КГБ В худшем проявлении Этого слова Удачного дня Спасибо за дискуссию Спасибо 672-12-93-9 672-13-93-9 Еще один звонок Примем Добрый день Здравствуйте Добрый день Ну мне кажется Что ничего нового В принципе нет Это всегда было В истории человечества Государство Которое Не обеспечивает Основные потребности Своего населения Не в состоянии Этого сделать По каким бы то ни было Причинам Будь то Россия Или Латвия Или Украина Оно начинает Укрепляться Вот такими способами И в принципе Вначале Как бы Ограничиваются Политические права Потом экономические То есть то Чего людям не хватает То будет В этой области Будет Зажим какой-то Происходить Ну Скажем Пример Украины Не знаю Они там Приняли Этот закон Окончательный Или нет Ну У них была Во всяком случае Такая попытка Принять Закон О запрете Критики Чиновниками Деятельности Правительства И государства Ну все Есть возможность Это приостановить Я не знаю То что Там по-моему Иманс Борис был Тот который звонил По его голосу По-моему Или Женщина Которая сказала Что Еще раз Ну да Есть факт Но Еще раз Но этот факт Не состоялся Так же Как он не состоялся В Германии И когда-то Там в России В Москве При Сталине Если бы Это бы не поддерживала Некая часть народа И у нас Еще раз повторяю У нас часть народа Поддерживает Она манипулируема То есть На народ Можно влиять С каким-то образом Ну да Сначала ты манипулируешь Потом ты получаешь Поддержку Откуда все это идет В таком случае Если это явно Не идет от народа Вероятно Народы эту мысль Как-то вселили О том Что нам сейчас Надо идти строим Вот откуда она пошла Нет Это такой Словом говоря Процесс По маятнику И Он маятник Просто перескользнул Туда Потому что Люди Люди устали Это тоже Такая цикличность Люди устали От той лицемерности Которая была до этого Типа Когда я должен Говорить одно А как бы наоборот Чувствовать другое В том числе Если мы говорим По поводу Латвии Это были и недовольные И латыши с русскими И русские с латышами Но мы должны были Как бы там признавать Нет Нет Все нормально Мы друг друга же любим Просто у нас там Немножко там Может быть История не такая И там подобное Это даже Не вопрос латышей Это тоже То же самое За что там Помнишь Боролся Или там Если мы читаем Того же Брейвика И других То есть есть некая Лицемерность Которая была То есть это Одна как бы Один маятник Который перенос С другой стороны Опять же смотрим Даже сегодняшнюю ситуацию Там Во Франции И принимается решение О том что Типа будем Паранжи не разрешать Идти в школу К примеру С одной стороны кажется С одной стороны Как это так можно Как можно не разрешить Это же не демократично Как бы по отношению К стандартам прошлым А как бы с другой стороны Понимаешь Подожди А как можно Разрешить им идти Ну то бишь И тогда Этот маятник На самом деле Уходит как раз В ту сторону Что типа Нет давайте Ну заплетим И все за это Вопрос в видеочате Времени до конца К сожалению осталось Совсем немного Тут несколько вопросов На самом деле Не могу его не задать Если не хотите Не отвечать Вопрос касается У ваших родителей По-моему И их связи С коммунизмом Ну Какой был вопрос Господин Розенвалдс Ваша мама была Директором 75 школы Награждена орденом Ленина Бабушка была Пламенный коммунист Можно ли считать Оккупантом Или еще как-то Ну я знаю Коммунист И оккупант Это не одно и то же Она была Активная женщина Которая занималась Директором школы С мегафоном Ходила по школе И делала ее В непорядок Может быть Я не поддерживал бы Всегда бы такой метод Которая она действовала Но это тоже было Но была бабушка коммунисткой Ну да То есть ее можно Приписать к оккупантам Или нет Это моя бабушка Можно ли ее Приписать к оккупантам Это вопрос Из видеощита Ну это опять же Тот же подход Который по большому Мы только что обсудили Когда ТВ3 Радуется за то Что Не можно работать В службе безопасности Аэропорта Человек который Сын Стабини Потому что ясно Если Стабини Осужденная Тогда и сын вор Но Это Тот же вопрос Это не претензия к вам Это в общем-то Вопрос Вопрос Который задан Из той же риторики Какая разница Его задают Латыши Или русские Или полиция безопасности Или по другому Но ясно Что типа коммунист Сын коммуниста Есть коммунист Но что-то мне Непонятно По-моему Все-таки вопрос Был не об этом Но так или иначе Я насколько понимаю Время нашей передачи Истекло К сожалению Напомню Что в гостях У нас был Специалист по общественным отношениям Кристиан Розенвалт Спасибо что пришли Спасибо что пригласили В студии работала Оксана Антоненко Звукорежиссер Евгений Копеин Всего доброго И до свидания Субтитры создавал DimaTorzok